В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. Это прямой эфир на 101.0. Меня зовут Владимир Сметанин. Мой собеседник, глава администрации города Кирова Вячеслав Симаков. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Да, напоминаю, что слушать нас можно в прямом эфире не только на волне 101.0, но также в телеграм-канале нашей радиостанции, на сайте Кировград, на нашем ютуб-канале и также в группе нашей радиостанции во Вконтакте. С наступающим Новым Годом, Вячеслав Николаевич. Спасибо, взаимно. Подарки родным, близким уже успели купить? Как у вас обычно это происходит? Честно говоря, пока не до этого. Пока еще не до этого много. Надо заканчивать финансовый год. Все, что мы планировали закончить в этом году на территории города Кирова, все вопросы связаны с благоустройством, со строительством, с образованием и так далее. Вопросов очень много по этому. А мне подумалось уже, что внучки любимой уже приобрели подарок. Мы ведь знаем прекрасно, что ровно месяц назад губернатор Александр Валентинович Соколов сообщил о том, что Вячеслав Симаков стал дедом. Внучка появилась на свет. Большое радостное событие. Это когда у тебя дети рождаются, вот настоящая фантастика, а когда дети рождаются уже у твоих детей, ну тут прям, не знаю, фантастическое событие. Давайте поговорим как раз о подготовке к новогодним праздникам, как она продвигается, какая работа была проведена. Ну, ни для кого не секрет, что сам Вячеслав Николаевич каждый вечер в роли Деда Мороза приходит на театральную площадь и принимает всех желающих в специально построенном домике для Деда Мороза. Очень много людей приходят, вот мы сейчас общались до начала программы, и старый млад, что называется, с какими-то своими просьбами, пожеланиями показывают номера, поют, стихи рассказывают. Вообще это уникальное явление для России, надо сказать, в целом, когда сити-менеджер в течение нескольких вечеров лично общается в роли Деда Мороза с жителями города. Какие эмоции испытываете? Эмоции только положительные, конечно, энергии получаю очень много. Хотелось немножко по-другому построить эту процедуру. Я думал, что в дневные часы у нас будет находиться там какой-то Дед Мороз, общаться с детьми, поздравлять. А я уже в вечерние часы буду общаться с взрослым населением города Кирова, поздравлять и так далее, ну и узнавать, какие проблемы и претензии есть к жизни, к текущим вопросам и так далее. Но, к сожалению, на первом этапе немножко не получилось с помещением. И вот недавно мы это сооружение установили при поддержке предпринимателей. Поэтому вот в вечерние часы после работы нахожусь там и поздравляю всех. Сколько длится общение у вас с горожанами по вечерам? Сколько удается уделить этого? После 18 часов я прихожу. То есть мы можем проанонсировать, что сегодня после 18 тоже можно будет пообщаться с главой администрации. Я буду там, на театральной площади, ну и обычно, как сказать, до последнего клиента. Да ладно, сейчас, мне кажется, в предновогодние дни люди допоздна гуляют. Ну у меня как, вот допустим до 20-30 идет большое количество людей, дальше уже немножечко спад. И когда тишина в районе 10-15 минут, я покидаю. Но это в районе 21 часа. То есть примерно с 18 до 9 часов вечера. Какие выводы делаете уже о том, довольны, недовольны жизнью в Кирове? Ну взрослые, в первую очередь, люди. С какими вопросами, с какими просьбами обращаются? У нас люди очень добрые, отзывчивые. Ни одной претензии. Вообще все вас узнают? Узнают не все. Не все узнают. Во-первых, за эти три дня было очень много гостей из других регионов и даже стран. Была семья из Ростова-на-Дону, была семья из города Сочи, были пермики. И вот вчера были гости из Литвы. Поэтому, конечно же, они меня не узнали. Ну я так понимаю, они приехали в гости к своим родственникам на Новый год. И вот сейчас как разгуляют, и решили заглянуть в домик Деда Мороза. Приходят дети без взрослых, приходят молодежь, ветераны, абсолютно разный возраст людей. Но в основном все стараются поделиться каким-то позитивом, как-то творчески себя показать, а вот никакого негатива и каких-то поручений, предложений. Пока еще не было. За три дня не было. Ну вот думаю, после нашего сегодняшнего эфира, сейчас многие услышат о том, что можно прийти пообщаться с сети-менеджером и пойдут, наверное, с какими-то конкретными, очень важными вопросами. Но в целом, вы говорите, люди у нас открытия, добрые, настроенные на общение. Ну, честно говоря, проблем встретиться со мной никаких нет. У меня практически ежедневно, как минимум с 7 утра люди приходят, бывает с 6 утра. Ну, если там заранее позвонят, я, допустим, не на объезде, а нахожусь уже на рабочем месте, поэтому свободный вход до 8 часов утра, потому что дальше уже начинается там рабочее совещание. Ну, я напоминаю, что Вячеслав Николаевич ведет свой телеграм-канал, присоединиться может абсолютно каждый. Вы знаете, такой вопрос интересный, Вячеслав Николаевич. Мне кажется, что концепция развития современного города, руководства города, наверное, должно решить одну из важных задач, которая заключается вот в чем. То есть определиться, для кого город, для пешеходов, для автомобилистов, для общественного транспорта, чтобы он развивался, да, в первую очередь. То есть, судя по вашему телеграм-каналу, когда вы рано утром или поздно ночью, не знаю, как это назвать, встаете и идете на работу в городскую администрацию, вы тем самым пропагандируете, мне кажется, пешие прогулки по городу. Когда ты идешь пешком, смотришь по сторонам, ты видишь как-то вот эту жизнь городскую, неприкрытую, настоящую. Подтвердите, не подтвердите эту догадку о том, что... Ну, должны все жить в мире и согласие. Единственное, что сейчас проблем больше на тротуарах, чем на дорогах. То есть, дорожники меньше поручений получают там по каких-то проблем по дорогам. Все-таки больше обрабатываем противогололедными материалами, плюс интенсивное движение транспорта, оно тоже влияет на образование наледей. На тротуарах здесь ситуация другая. То есть, опять же, нет песка, плохо, есть песок, плохо, противогололедные материалы другие для обуви проблемы. Поэтому надо все-таки находить какую-то золотую середину, чтобы все были удовлетворены и ходить можно было безопасно. Ну, жалоб на то, что скользко в городе, их по-прежнему много, буквально сегодня. Да, можно видеть в соцсетях конкретные снимки, конкретные адреса. Но я тоже пешком хожу на работу, и меня в первую очередь не устраивает состояние дворов. Когда ты срезаешь какие-то прямые линии, прямые пути, пытаешься быстрее пройти. Вот во дворах очень скользко. Вы следите за этим, чтобы управляющие компании сдержали в достойном состоянии? На сегодня управляющие компании подрасслабились, их большое количество, 117 управляющих компаний на территории муниципального образования города Киров. Мораторий, который на сегодня действует на административное взыскание, вот он их расслабил. То есть, наши обращения, информационные письма не всегда воспринимаются для работы. Поэтому ищем какие-то другие рычаги воздействия. Насколько интенсивно эти обращения рассылаются? И что вообще там содержится? Это просьба или, не знаю, требование выполнять свои обязанности по уборке дворовых территорий, крыш? Практически ежедневно сотни писем направляются о тех проблемах. То есть, указываем адрес, скользкость, весы, сосульки и так далее, не почищено. Все это в виде информационных писем направляется. По большому счету игнорируется это все, получается? Да, после этого, когда большое количество обращений накоплено, мы информируем прокуратуру. Жилищную инспекцию. Тут есть тоже определенные проблемы с лишением лицензии и так далее. Лишение лицензии управляющей компании – это процедура непростая? Непростая, да. Механизм достаточно сложный. Все-таки хотелось, чтобы жители поактивнее работали с управляющими компаниями. Все-таки они напрямую заключают договоры и должны требовать выполнения условий договора. В том числе, при непринятии мер, заниматься поиском других управляющих компаний, есть у нас организации, которые выполняют все работы в полном объеме. Управляющие компании мы им введу. То есть, есть список добросовестных и есть список, соответственно, не очень добросовестных управляющих компаний. Можно посмотреть. Люди ведь пишут не только о негативе, если положительные моменты тоже приводят. Поэтому нужно воспользоваться советом других горожан. Очень сложно, да, вы сказали, как-то заставить управляющих компаний работать в этом отношении. А, кстати, сами жители, сами собственники, они могут ведь в контрольную надзорную орган обращаться, да, и в жилинспекцию в том числе? Это наиболее эффективно, потому что сейчас как раз надзорные органы, они могут работать только по обращениям жителей. Как вы оцениваете работу подрядных организаций по очистке проезжей части, тротуаров? У нас в последние недели погода преподносит настоящие сюрпризы. То похолодание, то оттепель. И те, кто внимательно наблюдает за этими процессами по уборке, видят, что, ну, вот, видимо, сложно сориентироваться подрядчикам, какое навесное оборудование использовать, надо ли подсыпку противогололюдными средствами начинать, либо уборку снега. В каком режиме сейчас подрядчики работают? Как вы их контролируете? Подрядчики работают в круглосуточном режиме, схода техники нет. Единственное, что, да, действительно, ее недостаточно, если нас все время сравнивают с другими регионами, где десятки тысяч единиц работают. Ну, вот, в зависимости там от состояния и наличия дополнительной привлеченной техники, у нас в среднем сутки работают от 160 до 180 единиц техники. Это, конечно же, недостаточно при интенсивных снегопадах, но в любом случае, я думаю, что, ну, удовлетворительно, я все-таки оценку ставлю, потому что при интенсивных снегопадах мы в течение суток справлялись, и магистральные улицы были приведены в нормативное состояние, быстро переходили на второстепенные, на удаленные территории. Ну, говорю, что с тротуарами, конечно, ситуация похуже, у нас там порядка 25 единиц малой техники, сейчас подрядная организация, уже формируя план финансово-хозяйственной деятельности на последующие годы, они включают в планы приобретения малой техники для работы на их сутуарах. Во сколько больше должна быть эта группировка этой малой техники? В два, в три раза больше? Ну, это, наверное, смело предполагать именно такие цифры, но все-таки. Ну, во-первых, никто не может, допустим, создавать какой-то резерв большой, все-таки это нагрузка на предприятия, все считают деньги, но вот как минимум в два-три раза нам надо это количество увеличивать. Это для того, чтобы вот в таком нормальном режиме, без каких-то интенсивных слегопадов работать. Вот, а так мы уже говорили о том, что у нас недофинансирование идет, если вот мы там, допустим, должны работать круглосуточно, сразу охват всей территории города Кирова, там больше тысячи километров протяженность, значит, здесь уже, конечно, у нас порядка четырех-пяти раз недофинансирование идет. Мы уже заказывали в соответствии с регламентами, какой объем финансирования должен быть, но я могу сказать, что у нас ежедневно мы стараемся этот уровень увеличивать, но, опять же, у нас, благодаря тому, что мы получаем финансирование сейчас из областного федерального бюджета дополнительно, у нас уличная дорожная сеть ежегодно прирастает, то есть те дополнительные средства, которые мы выделяем, они уже распределяются на новые участки улиц, поэтому немножечко мы не догоняем. Но я думаю, что в дальнейшем, вот сейчас при поддержке региона, мы эту ситуацию будем менять кардинально. Но, вот как я сказал, при заключении нового контракта мы уже учитывали и логистику, и те организации, которые обладают определенной техникой, то есть с кем-то мы расстались, кого-то мы привлекли обратно, перестроили титул, потому что было нелогично, когда механизмы в 30 километров от базы ездили прибирать территорию, то есть сейчас уже это все мы немножко по-другому сделали. Но, как я сказал, вся имеющаяся техника, она на линии круглосуточно. Мы единственное, что вот в снегопады там передвигали пересменку для того, чтобы сместить там... Ранее было там 8 часов пересменка, в утренние часы мы должны были еще раз магистральные улицы пройти, и могу сказать, что вот как минимум два раза в сутки по магистральным улицам даже до трех раз прометание проходило при интенсивных снегопадах. Единственное, что вот не всегда это было заметно. Потому что снег продолжает идти, да, и проезжая часть снова оказывается. Буквально после прохождения колонны, там через полчаса, через 40 минут ситуация возвращалась к исходной. В каком направлении эту систему уборки улиц еще планируете оптимизировать? Есть еще какие-то возможности, рычаги, доведение ее до максимальной эффективности в наших условиях? Ну, во-первых, сейчас проанализировали, какая техника эффективнее. Вот даже говорить про малую технику, там порядка пяти разных было приобретено ранее механизмов, и вот проанализировали, насколько они эффективны, насколько они технологичны, и в плане организации содержания это было все проанализировано, и с учетом этого сейчас уже в последующие годы будет приобретаться техника. Вот, по поводу дежурств и так далее, созданы диспетчерские службы, работа круглосуточно. У генерального подрядчика есть диспетчерские службы? Это мы рассматриваем всегда как помощь. То есть, если кто-то где-то что-то не доглядел, нам жители на это укажут. То есть, как сигнал, как источник получения информации вы это воспринимаете. Что касается Вячеслав Николаевича, создание некоего ресурса, где любой желающий сможет посмотреть, где находится в тот или иной момент снегоуборочная техника. Эта тема развивается? В процессе. В процессе. Да, у нас есть у сотрудников УДП и у департамента доступ, но вот сейчас, как бы, пока мы в общий доступ это выложить не можем, но когда возникают вопросы, связанные, вот, была техника или нет, у нас все документы подтверждающие, то есть мы можем это все, так сказать, распечатать и показать. Что касается нового участка улицы Сурикова, тут на днях звучала информация о том, что этот участок от Некрасова до Комсомольска еще пока не принят администрации. Соответствует ли это действительности? Существуют определенные процедуры после того, как участок был принят, он должен быть принят в казну, после этого он передается в УДП, и после этого заключается контракт. На содержание. Да, понятно, что это не день, не два. Но наши предприятия, муниципальные ГДМС, оказывают помощь на безвозмездной основе по вот содержанию этой территории. Понятно, что не ежедневно, но вот по необходимости они туда приезжают. Понятно, что ситуация будет меняться после заключения контракта дополнительного и включения в титул. Когда это должно произойти? В январе. В январе уже после Нового года, да? Удается ли переломить ситуацию с автотранспортом, который припаркован под запрещающими знаками? Много раз мы об этом говорили. Каждый раз вы обращаетесь с большими просьбами к автовладельцам, пожалуйста, не оставляйте для того, чтобы снегоуборочная техника могла нормально пройти и почистить. Улучшается или нет? Нет, ситуация не улучшается, владельцы никаким образом не реагируют. Единственное, что мы сейчас рассматриваем вопрос, как нам все-таки заняться самим эвакуацией. Ну, во-первых, надо весь город, когда получается, завешать знаками, организовать муниципальную службу эвакуации. Ну, вот, я говорю, это ведет к определенным затратам. Ну, в дальнейшем, я думаю, как бы... Знаками вы имеете в виду, ну, вот ранее, ваше почеленное говорили, да? То есть, что-то нечет, да? Что-то нечет, да. Но даже на тех улицах, где у нас стоят такие знаки, все равно машины там присутствуют, нам приходится вызывать ГИБДД. Понятно, что есть у них определенные свои задачи по безопасности дорожного движения. В ночное время до сих пор у нас встречаются и пьяные водители, поэтому экипажи бывают заняты, нам приходится там, бывает, ждать по часу, по два, чтобы у нас приехал сотрудник ГИБДД, чтобы нам начать эвакуацию. На сегодня эвакуаторов на территории города достаточно. Площадки для, так сказать, установки эвакуированного транспорта есть. Вот не хватает нам сотрудников ГИБДД. Ну, а по другим улицам, где знаков нет, всегда устанавливаются временные знаки. Но вот, как я уже сказал, на них не... Это непосредственно перед уборкой, перед вывозом. Да, за сутки, но на них не реагируют. Объемы вывоза снега, кстати, в этом году, они больше предыдущих лет? Показатели... Да, мы этот показатель увеличили. Лотнее приходится работать. В этот зимний период мы планируем вывезти до 800 тысяч кубометров снежных масс. Такого объема еще не вывозили. Там максимально, по-моему, до 700 было. Вот, но это тоже там очень была такая снежная зима. Ну, в любом случае, мы сейчас смотрим, как нам этот вопрос решать. Места для складирования снежных масс у нас определены. Понятно, что есть там небольшое замечание. Сейчас в процессе устранения для того, чтобы все контролирующие органы были, так сказать, довольны. Ситуация ежегодно меняется, меняются требования по всем направлениям. Поэтому это такая текущая работа. Снегоплавильная станция, уж позвольте, Вячеслав Николаевич, пофантазировать. Обсуждается этот вопрос? Потому что возникал на протяжении последних лет много-много раз. Этот вопрос уже на протяжении 10 лет поднимается. И все вопросы уже просмотрели, технологии, честно говоря, очень серьезные затраты на оборудование вот этого всего. Поэтому пока мы себе позволить не можем, поэтому работаем вот таким образом. То есть сбор, погрузка, транспортировка, размещение. Ну, в основном эту работу можно по ночам, видимо, в темное время суток наблюдать. Когда транспорта меньше и когда вот участки освобождаются. Ну, сейчас уже, да, где улицы у нас неинтенсивные, там смотрим, где-то и в дневное время уже работают. И по кучам грейдеры проходят, формируют кучи, потом уже механизмы ездят, грузят и увозят. Я напоминаю, что мы беседуем с главой администрации города Кирова, Вячеславом Семаковым. Хотелось бы очень затронуть тему еще и общественного транспорта, которое традиционно вызывает много нареканий, много замечаний, жалоб со стороны жителей областного центра. Мы знаем из вашего телеграм-канала, в ноябре вы внезапно посетили автотранспортное предприятие. Написали о том, что обнаружили там ряд проблем. Одна из которых это долгое нахождение автобусов на ремонте. Как планируется работать в данном направлении. И вот поподробнее бы о тех проблемах, которые вам удалось обнаружить. В чем их суть заключается? Что не дает качественно работать общественному транспорту в Кирове? Ну, сейчас главная проблема это состояние, конечно, нашего транспортного хозяйства. Это я говорю про наше транспортное предприятие, автотранспортное. То есть большой процент износа. Понятно, что это не за последний год, не за два, все это накопилось. Есть организационные просчеты и так далее. Сейчас вот руководство там поменяли. Уже вот на протяжении недели план финансово-хозяйственной деятельности рассматриваем, возвращаем на доработку, потому что есть вопросы. Но давайте все-таки, наверное, обсудим всю транспортную систему. Поэтому в этом году мы контракт заключили на три года и со всеми перевозчиками, то есть у нас есть областные, городские и частные перевозчики, которых мы привлекли на город Киров. В контракте у нас говорится о том, что будет обновление подвижного состава. Мы это все распределили по годам, то есть в следующем году не менее 30%, в 2024 году не менее 50% и в 2025 году не менее 60%. И вот перевозчики как раз подтвердили... 30, 50, 60% от всей доли количества автобусов. Будут обновляться новые классы, эксплуатации, экологические классы и так далее. И перевозчики подтвердили, что при заключении трехлетнего контракта они эти все показатели смогут выполнить. Мы перераспределили лоты таким образом, чтобы у всех рентабельность была одинаковая. То есть у нас есть убыточные маршруты, есть прибыльные маршруты. И мы их перераспределили таким образом, чтобы каждый перевозчик имел и то, и другое. В равных условиях находиться. Да, чтобы работа была безубыточная. Они тоже на это согласились? Да, конечно. Эти автобусы, что собой они будут представлять? Удастся ли нам все-таки забыть о этих маленьких тесных пазиках, как их мы называем, как привыкли их называть? Это будут автобусы увеличенной вместимости? Ну, в любом случае, сейчас уже пазики отмирают потихоньку. Век заканчивается. Новых таких уже автобусов никто не покупает. Те же пазики, но новые, но они уже по-другому выглядят. И вместимость у них другая. Поэтому я думаю, что в течение года-двух их не станет. Потому что они сейчас используются в основном на удаленных направлениях. Ну, таких, как у нас, допустим, Сидоровка. Там автобусы туда направляют, честно говоря, для того, чтобы он там уже умер. Вот у нас решаться будет вопрос с дорогой. То есть в следующем году мы уже будем проектировать это направление. И дальше уже можно туда будет направлять тоже автобусы, которые могут там работать без последствий для механизмов. Именно на Сидоровку, да? Ну, а один из тех участков, которые ежегодно тоже нареканий вызывают. Ну, я с перевозчиками разговаривал. Так и есть. То есть вот там очень состояние плохое. Ну, единственное, что сейчас тоже подрядчик у нас поменялся. Мы увеличили объем финансирования. На эту дорогу там с подсыпкой идет. Почаще градируем и так далее. Поэтому ситуация поменялась. Но в любом случае, 10 километров грунтовой дороги они накладывают определенную нагрузку для транспортных средств. А что касается, Вячеслав Николаевич, направления на Садаковский, Русский, Бахтай и так далее. Там были анонсированы ранее перемены тоже в плане транспортного сообщения, работы общественного транспорта. Это все будет реализовано до с Нового года? У нас единственная проблема. Мы хотели там пересадочный пункт организовать. Ну, в районе бывшего магазина «Мечта». Да, но, к сожалению, у нас жители не услышали, что это все-таки будет благо, а не какое-то неудобство. Мы даже предлагали запустить маршруты на месяц. То есть попробовать, показать им, что... Потестировать, да? Потестировать, да. То есть там мы оставляли тоже количество автобусов на этом маршруте, но они доходили бы до «Мечты». Мы проанализировали, докуда основной пассажиропоток идет. Дальше уже люди выходят, пересаживаются. И как раз мы давали возможность пересесть на другие автобусы, причем это без дополнительной оплаты. А количество автобусов у нас осталось бы тоже. И у нас, соответственно, интервалы бы сократились и так далее. Ну, пока так. Но в любом случае на этом направлении новый перевозчик будет менять автобусный парк на более вместительный. Эта договоренность у нас существует. То есть я правильно понял, отмены пока не будет этих маршрутов, которые ходят? Нет, нет. В том направлении? Нет. Да, то есть все остается? Все остается по-старому. Единственное, что с перевозчиком договорились на замену автобуса в большей вместительной. На более вместительной. На этом завершаем мы первую часть нашего разговора. Вячеслав Семаков, глава администрации города Кирова. Мы продолжим. Продолжается наш разговор с Вячеславом Семаковым, главой администрации города Кирова. Очень важная и интересная тема еще. Это кадровая работа в рамках Кировской администрации. Совсем недавно, собственно, исполняет полноценно, не исполняет, а полноценным главой Кировской администрации является Вячеслав Николаевич. И хотелось бы узнать о том, какие кадровые решения были приняты за последнее время, и какие принимаются и будут приниматься. Очень мало информации в этом отношении. Не так давно издание репортерам писало о том, что вы, отчитываясь перед депутатами Гордумы, ну, не знаю, не отчитываясь, просто беседуя, сказали, что вам приходится с кем-то из подчиненных практически еженедельно прощаться. Был такое, да? Да, такое есть. Это продолжается. Я сразу, когда приступил к своим обязанностям, обратился к сотрудникам администрации, ко всем подведомственным учреждениям, что нужно менять отношение к работе и к населению. Ну, и параллельно мы начали работу по... проводить анализ по эффективности работы, в том числе и подведомственных учреждений. Могу сказать, что вот, как минимум, пять руководителей уже уволены. Уволены с формулировкой... Ну, кто-то по собственному желанию. У нас там... То есть после некой беседы... Проверочные мероприятия продолжаются. Я просто пока вот еще до сих пор не могу все озвучить. Кое-где уже и уголовное преследование начато. Работаем со структурой администрации. Скоро, наверное, подготовлю уже новую структуру администрации. Ну, уже видите, там и по заместителям, и по начальникам, по некоторым идет работа. Идет практически ежедневно вот смена и там среднего состава. Потому что практически ежедневно подписываю заявление на увольнение и принятие на работу. Такая работа, в общем, кто понимает, что не может перестроиться, с тем расстаемся. Ну, поясните, пожалуйста, ну, вот максимально понятно, как вообще это происходит. То есть вот подведомственное учреждение вы начинаете проверять, да? Его бухгалтерию в том числе, экономику, какие решения принимаются. И понимая, что речь идет о каких-то неувязках, нестыковках, мягко говоря, вы предлагаете уйти? Ну, вот я, да, вот смотрите, сейчас просто по одному предприятию не буду называть. Была, значит, заказана независимая экспертиза. Провели... Аудит, да, его деятельность. Да, аудит проведен, там обнаружились хищения и так далее. То есть, ну, пока еще это вот заявление там написано в соответствующие органы. Вот, но уже выводы будет делать там другие. Поэтому было предложено человеку уволиться. Вот сейчас очень много негатива, кстати, в соцсетях. Там несколько человек пишут гневные посты. Да и как раз те люди, у которых вот, я могу прямо сказать, кормушку закрыли. И вот они пытаются там каким-то образом работу мою критиковать. Ну, мне как бы вот... Вы держите этот удар, да? Да, я спокойно отношусь к различной там информации. Я уже повторял, что информацию я изучаю всю, принимаю для исполнения, очень много было от полезной информации. Ну, вот в данном случае и такое случается. И все-таки, вот, Вячеслав Николаевич, простите, что на этом настаю. Там, если говорить языком закона, там предположительно, да, пока говорим это слово, предположительно речь идет о чем? О нецелевом использовании бюджетных средств. О растратах о каких-то. Ну, вот, как я сказал, уже вот окончательные формулировки будут давать соответствующие структуры. Но уже понятно, что неэффективно используются денежные средства. Я уж не буду говорить, вот, что там хищение и так далее. Поэтому просто человек приглашается и предлагается ему уволиться. Вот, либо он соглашается, либо уходит на больничный. Есть у меня и такие примеры. Когда вот уже люди там по месяцу, по-2 болеют. С которыми невозможно поговорить, пообщаться, встретиться с глазу на глаз ввиду этого. Ну, многие поняли и просто написали заявление по собственному желанию. А вот сейчас вот обозревая, да, всю эту структуру и разбираясь во всех этих нюансах, может быть, у вас приходит понимание там по поводу неких структур муниципальных, а зачем она вообще существовала? Есть ли такое? Или слишком резко я уже сформулировал? Да, вы правы, есть и такое. Есть учреждения, которые, честно говоря, не понимают смысл вообще в их существовании. Ну, вот сейчас анализируем, каким образом, допустим, они пересекаются с полномочиями органов местного самоправления и как с ними расстаться без, так сказать, без последствий. Эти организации работают в совершенно разных сферах. Да. Там коммунальное, ЖКХ, образование, торговля, там что-то вот такое, да? Да. Ну и смотрим, как более эффективно уже использовать вообще штат администрации, как нам переформатировать, в том числе и различные департаменты, управления и так далее. Еще один вопрос связанный с этим. Будут ли структуры, от существования которых вы вообще откажетесь? Реорганизация будет. Реорганизация. Будет реорганизация, да. С другим функционалом, да. В основном это коснется муниципальных учреждений. Там в администрации это незначительно одно-два управления. Вы сказали, что новая структура, скоро вы ее закончите, над ней работу, когда можно будет узнать об этом подробнее уже? Январские праздники, время немножко появится, вот уже тогда всю информацию, так сказать, на помогу. Совсем пару минут у нас остается. В предыдущий раз, когда мы с вами общались, вы говорили о планах тоже переформатировать и вывести на новый уровень работу с обращениями граждан, с жалобами. Вы, я помню, прекрасно переводили пример, когда обращение гуляло из одной инстанции в другую, и в конце концов кто-то из чиновников просто подписал, что это не наше, да, и все, без обоснования. Я напомню, что губернатор Александр Соколов активно требовал, да, от всех госслужащих, муниципальных служащих подробно, собственно, да, разъяснять человеку, что, как, почему. Удается ли исправить ситуацию? Ситуация меняется. У нас есть отдел обращения граждан, которые работают непосредственно с теми людьми, которые к нам приходят. У нас организованная работа через теруправление, через общественные приемные, через общественные советы и так далее. Я думаю, что ситуация заметно меняется. И думаю, что те соцсети, которые там активно используются горожанами, мы будем к ним более пристально, так сказать, внимание уделять. Реагировать будете, да. Ну и возвращаясь еще раз к новогодней тематике, уже в конце нашей беседы, все-таки тут три дня остается уже до Нового года. В чем в этом году у нас особенности подготовки к Новому году? Вы писали у себя в Телеграм-канале, что с бизнесом активно пришлось взаимодействовать, и бизнес откликнулся, и вы поблагодарили его за это. Действительно, прогуливаясь сейчас в ночное, вечернее время по городу, можно видеть эту яркую иллюминацию, и довольно все празднично выглядит. Но опять же, по вопросу населения, не планировалось проводить каких-то крупных закупок, поэтому мы использовали то оборудование, которое у нас было, которое приобреталось с 2018 года по текущую дату. Мы его отревизировали, установили, обратились к предпринимателям. Вот, как пример, театральная площадь, семь конструкций световых, это, значит, подарок предприятий городу. Ну и домик Деда Мороза тоже установили предпринимателей. И на других территориях везде, в принципе, поучаствовали. Сегодня вот в ночное время на Старом мосту появится иллюминация, там и на Новом, и вот в Александровском саду, и очень много, ну практически на всех общественных территориях у нас появляется крупный метод. Не будет таких мест, что называется, незакрытых, да, этой новогодней тематикой. Да, и появляется фасад, подсветка фасадов. Вы писали о том, что, ну, даже правила, да, или, может, я не так формулирую, правила даже были изменены, что фасады разрешили украшать. Там что-то, организационный какой-то момент был. Мы добавили этот раздел в паспорта фасадов. Да, 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 да. Ну и, наверное, уже ближе к концу нашего разговора стоит обратиться к жителям города с просьбой не только весело, но и безопасно провести новогодние праздники, потому что сама такая пора, да, действительно, она располагает к всевозможным развлечениям. Пожалуйста, есть у вас возможность сейчас несколько секунд обратиться к кировчанам. Да, я просто хочу пожелать всего самого хорошего в Новом году, счастья, любви и благополучия. Спасибо, друзья, за совместную работу. Вам тоже удачи, до встречи уже, видимо, в Новом году. Всего доброго. До свидания, Вячеслав Тимаков, глава администрации города Кирова.